Истории зрителей о применении методики выращивания орхидеи канала, классика орхидейного жанра, стекаются ко мне каждый день из разных уголков нашей планеты, из южных и северных стран. Метод основан на понимании физиологии орхидеи, а не на слепом копировании действий автора канала. Вся моя работа нацелена на то, чтобы вы поняли, чего же хотят орхидеи. Раз за разом я показываю вам результаты своей деятельности. Я показываю вам, как чувствуют, как развиваются и как цветут орхидеи, если организовать для них правильные условия развития и обеспечить им должный уход. За год и пять месяцев работы канала свои достижения успела показать не только я, но и зрители канала из самых разных стран мира, северных и южных. Сегодня мы побываем во втором по величине городе Кыргызстана, городе Ош. Ош расположен на юге Кыргызии в 300 километрах к юго-западу от Бишкека. Город простирается в восточной части Ферганской долины на высоте от 870 до 1110 метров. Главная достопримечательность города – гора Тахти-Сулейман, трон Соломона, которая с древности считается одной из самых важных святынь местных мусульман – Второй Меккой. Ошский базар, который тянется около километра вдоль реки, описан во множестве путеводителей, как наиболее красочный во всей Центральной Азии. Возле базара располагается самая большая мечеть в Кыргызстане. Климат в городе континентальный и очень засушливый. В сегодняшнем видео мы познакомимся с историей гульнозы маматовой, которая выращивает свои орхидеи в условиях ультрасухого и резкоконтинентального климата Кыргызстана. Путь гульнозы к результатам был достаточно длинным и тернистым, и об этом она сегодня расскажет вам сама из первых уст. Здравствуйте, зрители канала Классика Орхидейного Жанра. Здравствуйте, Наталья. Я бы хотела тоже рассказать и показать, как помог канал Натальи Классика Орхидейного Жанра моим орхидеям, как они восстановились и хорошо стали развиваться. Ну, как и у всех, подарили мне на 8 марта белую орхидею. За 42 года жизни у меня не было ни одного растения, я была новичок. И как ухаживать за ними, я совсем не знала. Пересмотрела многих блогеров на YouTube, стала ухаживать, как они рекомендовали, но, увы, моим орхидеям это совсем не нравилось. Я просмотрела видео на канале Классика Орхидейного Жанра и подписалась. На канале Классика Орхидейного Жанра мне понравилась подача информации, объяснение физиологии растений на почти молекулярном уровне, красивое видео о растении, очаровательный голос Натальи. Ее хотелось смотреть все больше и больше, потому что в каждом видео я могла найти себе что-то новое и нужное для моих растений. Пришла зима, и я заточила свои орхидеи в темную комнату, где не было солнечного света, досветки и воздуха. Все орхидеи выпустили цветоносы, но я так и не увидела их цветение. Я помню, написала в комментариях Натальи, в надежде получить ответ, почему так происходит, и она мне посоветовала изменить условия содержания растений. Спросила, хватает ли света, воды, воздуха, но у меня была только вода. Досветки, воздуха, обмена у меня не было. И они стали постепенно гибнуть, корни стали гнить, развились какие-то заболевания, с которыми я не знала, что делать. Это Phalaenopsis Asian Coral. После неправильного ухода она тоже у меня заболела. Смотрите, какие коричневые, ржавые корни. Это болезнь. А вот уже корешок уже нормальный, после хорошего ухода. Вот нижние листья, которые она отжелтила, я специально их не удалила, чтобы показать вам, какое было ее состояние плачевное. А после видео Натальи, я применила толстянку, именно на этой орхидеи. Отжала сок толстянки, чеснотавкой, и 5 капель прям капала в центр розеточки. И после этого она просто ожила. Смотрите, какие листья. Они большие, они свежие, они здоровы. А этот листочек, он вырос зимою, без досветки, без солнечного света, без оциркуляции воздуха. А сейчас она нарастила корни. Корни стремятся вниз, пьют водичку. Они радостные. Много корней она растила. Я даже экспериментировала. То, что мало корней, она сейчас у меня на фитиле и пьет 10 мг водички в день. В октябре она дала цветоносы, но сушила все бутоны до единого. Следуя видео Натали, которое называется «Поломай его так». Я просто отломала цветонос до первой ждущей почки. И что вы думаете, она дала ответвление на цветоносе. Ну, хотя бы на три цветочка. Фото, конечно, я прикреплю. Я лечила ее не только соком толстянки, но и соком алоэ, подорожника. Чаем каркаде опрыскивала. Знаете, самое главное, я изменила условия ее содержания. Как постоянно нам говорит Наталья. Это действительно правда. Много света, вечером досветка, много воды и воздух. Этот фаленопсис после заточения в темную комнату тоже отсушил бутоны, загнил. Я об этом даже не подозревала. Правду говорят, орхидеи очень терпеливы. Пришла весна, я ей тоже поломала цветонос. Гормон цветения сделал свое дело. И у меня впервые в жизни орхидея расцвела в 15 цветов. Через два месяца она стала цветы сушить и стала желтеть нижний лист. И как будто растение мне говорило, помоги. И я ей помогла. Посмотрела грунт, увидела загнившие корни и пришла в ужас. Я очень расстроилась, потому что она стала реанимашкой. И снова на помощь пришел наш родной канал классика орхидейного жанра. Если вы помните видео про корни в ряд, где Наталья тканью и водой помогает корням быть влажными, пить через них, и они активно начинают расти. Я корни этой орхидеи одним слоем обвернула марлей и конец марли опустила в дно кашпо с водою. Добавляла в эту водичку соколой, толстянки, подорожника. Каждый день опрыскивала, капала эти настои в точке роста, обеспечила очень много солнечного света. Корни активно оживились, начали расти. Начал расти новый листик. Тургор вообще не терялся. Она обильно начала пить через эту марлю. Орхидея в скором времени восстановилась. Ее посадила в грунт, как и рекомендует нам Наташа. То есть кора, кремневит, фетиль и вентиляционные отверстия. Я все свои растения поливаю кипяченой водой, опрыскиваю каждый день и, конечно же, заметила разницу. Главное, им все это нравится. Вы не представляете, как помогает фетиль и вентиляционные отверстия. Это что-то. Это огромная помощь нашим растениям. Сейчас я не могу похвастаться шикарным цветением своих растений, но в будущем я обязательно покажу их вам. Я очень благодарна Наталье, что она научила нас понимать наши растения, ухаживать за ними с любовью. Каждый листик, каждый корешок, каждый цветочек, когда он обновляется и выглядывает, это так радует меня. Аж жить хочется. Я смотрю на них и мне очень приятно. Хотели показать досветку, которую я купила. Ну вот, лампа 40 Вт, 6500 Кельвинов. Я очень долго выбирала ее от незнания, какую выбрать. И тут же мне помогли ваши видео о досветке. Ну, как с тех пор, как я установила эту досветку, одна орхидея выпустила цветонос и заметила, что моим растениям это очень нравится. Сторона света на моем подоконнике южная. Она всегда солнечная, особенно начиная с конца августа. На подоконнике солнце светит часами. Мои орхидеи я приучила к солнцу. Они затемняют. Ожогов, как вы видите, вообще нет. Так как эта комната не отапливается, мне придется или утеплить эту комнату, или, как в прошлом году, заточить свои растения вглубь другой комнаты, чего я очень не хочу. Когда я еще не знала канал Наташи, я не обращала внимания растениям, которые растут вокруг нас. Наталья нас научила видеть, понимать и чувствовать всю красоту и целебную силу нашей природы, за что ей огромное спасибо. А теперь давайте попробуем разобраться и посмотреть на тот тернистый путь, которым шла гульноза, прежде чем поняла, чего же на самом деле хотят орхидеи. Самые первые комментарии от гульнозы я получила уже больше года назад. В этих комментариях она признавалась, что новичок в орхидейных делах. Тогда ее больше всего волновали вопросы, как правильно удобрять орхидеи, какие удобрения лучше и сколько лучше, учитывая, что весов у нас просчитать в граммах нет, когда начинать и когда заканчивать удобрять орхидеи. А я терпеливо объясняла в комментариях, что удобрение в руках новичков это бомба реактивного или замедленного действия. У кого как. Десять месяцев назад гульноза продолжала спрашивать, хотела бы знать научный подход, почему гниет корни орхидеи, чтобы этих ошибок не повторять. А я продолжала твердить свое. Ну сколько же можно научно объяснять. Корни гниют, потому что у орхидеи мало света. Листья не дают сигнал корням качать воду. Вода застаивается в виламене, виламен гниет. Дайте орхидеи много света. Правильное количество часов и вы забудете о корневых гнилях. И только три недели назад в комментариях я получила информацию о том, что гульноза наконец приобрела необходимый светильник. Мои фаленопсисы меня удивляют. После рекомендаций ваших уходов не листья, а слоны. И пьют как слоны, потому что у них растет все. Купила лампу наконец-то. Рада как ребенок. Обрыдаться хочу и посмеяться над тем уходом, которые допускают орхолюбители. Дорогие и горячо любимые мои новички, не нужно ждать целый год для того, чтобы приобрести наконец светильник, получить должные результаты и порадовать меня ими в комментариях. Купите светильники прямо сейчас. На канале есть несколько видео о подсветке орхидей и ссылки на каждое из этих видео я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Я надеюсь, что у каждого из вас хватит благоразумия, чтобы сделать правильный вывод. А пока вы делаете выводы и делитесь ими в комментариях, я напомню вам, что 15 минут вы провели вместе с каналом классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного. Спасибо, Наталья, что вы есть, что уделяете нам ваше время, отвечая под каждым комментарием, мы вас любим и ценим. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,